Одныне вода не исключение из правила привычное дело. Местные жители уже забыли, как круглосуточно запасались водой и отправляли малышей в детский сад с пятилитровыми бутылками. Теперь, благодаря новой скважине, уже неделю приготовить еду, постирать и полить огород можно днём, а не в сумерках. Да и напор воды просто отличный, радуются сельчане. Теперь вся решена проблема. Сейчас уже не будет хватать воды. А сейчас уже, мне кажется, вот так воды. Хоть пей, хоть запейся. Рады, конечно, неужели? Не рады. Рады. Я говорю, или час поливать, или три часа. Есть разница? Новая скважина появилась за счёт краевой программы капитального ремонта алтайских скважин. Её стоимость свыше двух миллионов рублей. По словам представителей Минстройтранса, объект прослужит больше полувека. По крайней мере, такую гарантию дал подрядчик, но не в этом уникальность скважины добавляют чиновники, а в том, что он оснащён особым прибором, который обеспечивает бесперебойную подачу воды напрямую в дома жителей. Вода с водозаборной площадки подаётся напрямую в сеть, без каких-то дополнительных сооружений, башни, накопителей. Позволяет обеспечить частотно регулируемый электроприемат необходимые параметры подачи воды напрямую в сеть. Правда, эта сеть обеспечивает лишь половину жителей села, остальных тянет вторая, которая тоже нуждается в капитальном ремонте, отмечают представители местной власти. Хотелось бы, чтобы программа работала дальше. Система водоснабжения изношена, водоскважины пробурены 70-80-е годы прошлого столетия. Соответственно, ресурс скважины эксплуатационный 10 лет. Соответственно, сами понимаете, они практически все выработали свой ресурс. Представители Минстрой-Трансалтайского края заверили, что работы по капитальному ремонту скважин продолжатся и дальше. В прошлом году было пробурено и отремонтировано 100 объектов в разных муниципалитетах края. В этом планируется 60, правда, в эксплуатацию введены пока только 13. К слову, на ремонт выделено 115 миллионов рублей краевых средств. Валентина Аскерова, Николай Шилко. Наши новости.